Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. И мы продолжаем разбираться с седьмой цивой. По мотивам прошлых видео вы написали очень много комментариев, и мне показалось правильным на них ответить, и вас в чём-то, может быть, переубедить или объяснить что-то ещё дополнительно. Дело в том, что довольно много комментариев по поводу того, что седьмая цива говно, это провал, и всё, в общем, всё очень плохо. Вот по этому поводу, собственно, давайте сегодня с вами и поговорим. Ну, во-первых, очень странно негативно относиться к игре до её выхода, просто потому что это немножко нерационально. Ведь если вы ждёте чего-то хорошего, и игра выйдет нормальная, то окей. И плохая выйдет, ну, вы разочаруетесь в тот момент, когда она выйдет. А если вы уже заранее негативно настроены, то вы как бы на негативичах, получается, сидите всё это время. Тут полгода до выхода седьмой цивы, и... ну, и смысл. Смысл. Ну ладно, это ваше дело, не буду вас в этом переубеждать. А вот давайте больше по конкретике того, что вы писали. Очень много претензий, что что-то в седьмой циве украдено из других 4Х-стратегий. Выглядит как Humankind. Там такая-то механика из Humankind, такая-то механика из Old World, эта механика из Age of Wonders, эта механика там из Call to Power. Это очень странные претензии, исходя из того, что все эти игры свои базовые, базовые просто вещи взяли из цивы. То есть цивы это как родоначальник, как база всех этих 4Х-стратегий, а все остальные из неё берут. Так, то есть вы хотите, чтобы разработчики цивы всегда придумывали только что-то уникальное, а все остальные, значит, могут брать без проблем, и, типа, вы к ним никаких претензий иметь не можете. Это первое. Второе. Так что ж вы в эти крутые игры, которые все взяли от цивы, не играете? Давайте вот посмотрим статистику. В шестую циву играли примерно 65 тысяч игроков, в пятую циву 20 тысяч, ну, когда я записываю. В четвертую циву 1000, в третью циву, о, почти 2000, кстати, в третью циву даже больше, чем в четвертую играли, при том, что ни третья, ни четвертая, они как бы не выходили в стиме, тогда стима не было, только пятая появилась, когда стим был. То есть они сейчас перевышли, и там даже в третью играет 2000 человек, в то время как в Humankind играет 2000, в Миллению 500, в World World 600, в Age of Wonders 2000. То есть, блин, вы понимаете, что даже все остальные вот эти новомодные, откуда цива украла идеи, игра в них играет меньше, чем в третью цивилизацию, понимаете? По-вашему, они вот украли идеи из великих игр, которые, видимо, всеми признаны и в которые все играют. Вот вам, пожалуйста, вы можете сами сходить и посмотреть всю эту статистику. Так что же это за украдивание у тех игр, в которые никто не играет, к сожалению? Хотя я считаю, что Old World интересен, там проблема в том, что он сложен для вхождения изначального. У Миллении проблемы с графикой, у Humankind проблемы в том, что они не смогли все свои офигительные идеи сложить вместе. А у Фераксис обычно это получается. Точнее, всегда получалось до этого. Все, или вы думаете, у них постоянно что-то новое брали. Там в пятой циве, например, один юнит на тайл и вот эти шестиугольники вместо квадратиков, это все из варгеймов взято. Кстати, где варгеймы сейчас? Вообще, по-моему, уже никаких варгеймов не выпускают, а цива живее всех живых. Тут главное, как эти идеи будут друг с дружкой скоопированы, вместе соединены и будет ли в это интересно играть. Предыдущие игры серии нам показывают, что Фераксис это умеет. Проблема будет в том, что, скорее всего, она выйдет сырой, недоделанной, с вырезанными какими-то механиками, которые добавят в DLC. То есть, считайте, ранний доступ. Ну, так было и с шестеркой, так было и с пятеркой. И я вспоминаю все прошлые релизы цив, а я в этом бизнесе, извините, с четверкой, то есть я уже рецензии писал в игровые издания, еще на Seedmare Civilization 4. Вышла четверка, все фанаты тройки вопили. Что это за говно? Я в это играть не буду, это провал. Вышла пятая цива, все фанаты четверки вопили. Что это за говно? Я в это играть не буду, это провал. Вышла шестерка, все то же самое. И в этом я хочу отдать должное Фераксис, что они не берут то, что было, и выпускают просто с новой графикой, а каждый раз делают новую игру. И в этом и кайф. Ну, не понравится вам семерка, отлично, продолжайте играть в шестерку, в пятерку, в четверку. Это же классно, что вы под тем же названием, с другой цифрой, получаете и другую игру. И реально третья цива, четвертая цива, пятая, шестая, это совершенно разные игры. И в них интересно играть. В то время как, например, какая-нибудь Anno 1800, нет смысла в какие-то прошлые играть. Потому что Anno 1800, все те же механики, которые в прошлых есть, но она и новее, и интереснее, и в ней всего больше. Нет смысла возвращаться в прошлое. Здесь же все игры разные. Так почему же это ставить в укор игре, что она другая? Это наоборот интересно, что она другая, и позволит нам получить новый интересный игровой опыт. Естественно, много претензий к механике смены цивилизаций. И вообще вот к этой механике эпох. Но посудите сами. Я согласен, что она провалилась в Humankind. Но они и сделали ее очень странно. У вас очень довольно быстро, скажем так, менялись цивилизации. Аж шесть штук. И в Firaxis, я думаю, глядя на это, посидели, подумали. И действительно, даже у меня, и вы сами прислушайтесь к своим ощущениям. Разве у вас нет этого чувства, что в циве игра на эти три этапа делится? Начальный, когда вы ставите город, исследуете территорию, что у вас рядом с городами, расселяетесь первоначально. Потом в середине вы начинаете исследовать весь мир. Стремитесь кругосветку сделать, найти другие континенты, другие оставшиеся цивилизации, которые вы не нашли. Ну, то есть, так вот приблизительно первая часть игры у вас заканчивается на Средневековье. Когда вы открываете техи, которые позволяют по океану плавать, вторая часть у вас заканчивается примерно при выходе в последние научные здания, в лаборатории, в последние производственные здания. И вот тогда начинается финальная модерновая эра. У меня даже вот сейчас есть, что в пятой циве, что в шестой, вот это ощущение разделения вот на эти три части. И тут Фераксис планирует сделать не просто вот этот переход из одной эпохи в другую, а считайте три мини-игры внутри партии. То есть, у вас переход для всех будет одновременно. И смена цивилизации в этом будет ощущаться как норма, что ли? Я понимаю, там, те, кто возмущаются тому, что вот мы начинаем за Египет, а потом внезапно становимся монголами. Но я так понимаю, что это все будет настраиваемо. 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 И, например, вот мне написали в комментарии, я хочу сыграть за Японию. Так вот, интересно, сегодня, когда я записываю это видео, была презентация седьмой цивы для Nintendo Switch. И там прямо сказали, что у вас в последней эпохе, например, Япония Мэйдзи. Эпохи Мэйдзи будет. То есть, на самом деле, например, за Японию вы реально сможете сыграть от начала до конца. И это будет разная Япония во всех эпохах. То есть, даже так будет. Это не обязательно... То есть, вот, например, мы в Humankind смотрели, что у вас всегда будет смена. Тут тоже будет смена. Но это будет в начале Япония... Ну, например, даже вот то, что нам показывали просто в презентации. Индусы тут есть, только они Маурья. То есть, они изначально Маурья, а потом будет, видимо, Индия эпохи Возрождения и Индия современности. Я уверен, что так будет. И вот в такие цивилизации, которые прошли через все время, например, Персия, и в современности будет Иран, предположим. Кто там еще... Древний Рим будет в начале, а в конце будет Италия. То есть, вот такие цивилизации, которые через все прошли, они останутся. Понятно, что Вавилона, наверное, в современности не будет. И кому-то это не нравится, кто хочет сыграть за Вавилон полностью. Все, ну вы начинаете с Вавилона, потом, наверное, там, я не знаю, становитесь арабами. Сложно сказать, как это будет реализовано. Но, тем не менее, вот эта вот попытка разделить одну большую партию на три маленьких, она как минимум интересна. И я хочу посмотреть, как это произойдет, а не рубить с горяча и говорить, что это полная фигня. Потому что в Humankind, да, оно не сработало. Именно потому, что не было ощущения вот этого единой цивилизации. А те аватары, которые они сделали, тоже не работали. Потому что ощущение, что вы против каких-то болванчиков просто играете. Даже не знаю, что они сделали мой аватар, большое им, конечно, спасибо. Я там ездил, озвучивал, но оно просто не сработало на атмосферу. И, видимо, поэтому здесь Фераксис хотят оставить лидера, который будет сквозь все эпохи проходить, чтобы у вас было ощущение вот этого одного... Что вы играете не против какого-то аватара сделанного, да, по-хорошему безымянного, а против, например, Хадшипсут. Против Хадшипсут, но которая сначала была Египтом, потом стала каким-то там Сангаем, потом Бугандой. Посмотрел, кстати, погуглил, что за Буганда такая. Это, оказывается, предшественник Уганды. Даже не знал, что такое королевство было. И тоже в комментариях писали, что... А почему было не сделать одну цивилизацию, но чтобы в эпохах менялись именно лидеры? Да вот именно поэтому, что больше ты, как бы, у тебя... Когда вы играете, у вас больше ощущение, что вы не против, например, Венгрии, да, а против Матиаша этого, Бьё, потому что вы видите общение с ним, что вы не против, там, Америки, а против Авраама Линкольна. То есть вы именно против вот этого аватара. То, что при этом аватар Авраам Линкольн может быть Египтом, другой вопрос. Посмотрим, как это будет работать. Но, как минимум, вот это ощущение, что это требуется, требуются вот эти смены в эпохах, ещё на Хьюманканде было, но они не смогли его реализовать. Не смогли правильно как-то с этим поступить. Будем надеяться, что у Фераксис получится. Потому что их поинт, их идея в том, что цивилизации, какие-то цивилизации сильны в начале, какие-то там в середине, какие-то в конце, не очень правильны. Хочется, чтобы во время вот всего вот этого движения у вас были сильные стороны, и вы ими пользовались. Как это будет реализовано? Другой вопрос. Но это как минимум интересно. Следующая большая претензия – убрали рабочих. Я вообще не понимаю, почему людям нравилось этими рабочими управлять. Но вы серьёзно? Это упрощение, это для дебилов, которые там… Так, а в чём упрощение? Вам также надо понимать, где вам ставить улучшения. Также выбирать улучшения. Только вам не надо заниматься микроконтролем рабочих, вот этим кликаньем. Или это те пишут, которым нравился радаринг в пятой циве? Ну, кто не в курсе, можно было рабочим, зажав его куда-то направлять и видеть, какие там юниты могут быть. Вам нравилось фасткликать, чтобы не захватили рабочего? То есть в чём прикол? Я там единственное вычленил, что, например, ты мог поставить новый город и сразу улучшать его старыми рабочими. А так тебе придётся ждать, когда вырастут жители. Ну, так и раньше… Хорошо, вы улучшили три клетки рабочими, но у него всё равно один житель всё ещё остаётся. Типа у вас… Хотите сказать, что у вас стало, например, больше еды, чтобы город быстрее рос? Так и тут явно будет какая-то механика каких-нибудь караванов, отправления, чтобы город просто быстрее рос. Не нужен этот микроконтроль с рабочими. Они убирают ненужные… Вот Фераксис, как гейм-девелопер, я не знаю, кого благодарить за это, Эда Бича или Сида Мэйра самого. Но микроконтроль с рабочими, он не нужен просто. Он просто не нужен. И они эту часть упрощают, но добавляют другие сложности. Там развитие лидера, то есть ветка развития лидеров, развитие самих цивилизаций, там вот эти наследия. Вы будете что-то делать, выполнять то, что надо будет. То есть у вас появятся другие… Вы так пишете, другие интересности, что ли? Вы так пишете, как будто из игры убирают какие-то очень важные механики, и вам нечем заняться будет. Я, наоборот, вижу, что в игре ещё больше добавилось по сравнению с тем, что есть в шестёрке. И вам будет чем заняться, кроме рабочих. Я не понимаю, зачем вам так… Чем так интересно двигать рабочих в предыдущих частях? Вообще не понимаю. Вообще вот этого не чувствую, какой-то ностальгии по этой фигне. Возмущались новой военной системой, что не прокачиваются. Вот у меня тут на фоне видео давайте заново запущу. Это кто не смотрел, краткая информация о том, что в седьмой цивилизации появится. Переходите. Вот у меня просто на фоне идёт во время этого подкаста. Переходите. Там я подробно рассказываю о том, что новое появляется в игре. Не смотрели? Перейдите. Где-то тут ссылка появляется в верхнем правом углу. И в описании, в прикреплённом комментарии, там тоже ссылка на это видео есть. Идите, смотрите. Так вот, то, что сейчас не прокачиваются юниты, это опять упрощение почему-то. А в чём был прикол? То есть вам надо было... Вы ходили... Вот люди ходили там, прокачивали юниты на ГГшках, прокачивали юниты там на какие-нибудь компукции, чисто чтобы их прокачать и потом через всю игру за собой тащить. Так вот у вас лидер будет, это хотя бы более логично. И вам не так будет жалко терять юниты. Вы сможете лучше свою армию, ну, управлять ею, что ли. У вас будет больше возможностей. Вы не так будете зажаты вот на этих прокачанных юнитах. То есть у вас будут лидеры, точнее генералы, генералы, которые за счёт этих юнитов прокачиваются. И вообще вот это ощущение армии. При этом это... Они, видите, как придумали, оно не будет разворачиваться отдельным окном, как это в Humankind, ну, во всех вот играх Amplitude Studios или там в Age of Wonders. Вообще на отдельном экране. А оно, видимо, прямо вот на той территории. Ведь они смогли придумать тот вариант, который не золочивает города, там, не... Короче, который очень много проблем приносил в играх Amplitude Studios. Они тут очень красиво это воплотили, как мне кажется. Другой вопрос, как он будет играться, опять же, посмотрим. Но, блин, это вот тоже странная претензия, по-моему. Было несколько претензий к визуалу игры, что, например, похоже на Humankind, ну и нормальный Humankind, красивая игра. А вот тот факт, что, например, её на Nintendo Switch будут выпускать, причём 11 февраля же, тогда же, когда и на PC, означает, что игра не очень требовательная. Nintendo Switch, напоминаю, это карманная консоль, ну, ручная, я не знаю, как правильно сказать, портативная, портативная консоль, которая в 2017 году, или в 2016 даже вышла. То есть вы понимаете, что у неё там спецификации не очень высокие. Это значит, что седьмая цива и к персональным компьютерам не должна быть сильно требовательной, слава богу. Должны оптимизировать. Потому что, ну, не знаю, шестёрка, хотя, наверное, тоже считается не особо требовательной, но я считаю, что её можно было лучше оптимизировать. То есть мне визуально игра очень нравится. Она перестала быть, по-моему, такой мультяшной, как шестая цива. Хотя, опять же, на вкус и цвет все фломастеры разные. Мне и лидеры здесь больше нравятся, как сделаны. И вот сам ландшафт, он намного более читаемый. И более естественный, что ли, чем в шестой циве. Мне кажется, он более близок к пятой именно визуально, чем к шестой, ну и к хюманкайнду, который тоже очень-очень красив. Пожалуй, единственная претензия, с которой я соглашусь, это ценовая политика. Но это претензия не к фераксис, не к создателям игры, а к издателям. То кей. Если для США цена 60 долларов, это нормально. Напомню, я живу в США. Это обычная цена для игр подобного масштаба. То почему она стоит дороже? Там 72 доллара в Украине, Польше, Израиле. В Казахстане 52 доллара стоит. Мне реально непонятно. В России вообще не продается. Вы знаете мою позицию по этому поводу, что в России игры надо продавать. Просто не в российском регионе, не платить туда налоги, а добавить Россию в какой-нибудь другой регион и там выплачивать. Ну, хрен с ним. Я думаю, россияне, если захотят купить, они потом через какие-то сервисы все равно купят, и получится это все равно ключ купленный в Стиме, там добавленный, все равно через какие-то эти... Хрен с ними. Но цена, сама цена, это какой-то бред. А плюс еще к этому там коллекцион... Ну, там не коллекционные, как они, более расширенные издания, которые там стоят еще даже типа 90 и 120 долларов, и там продается буквально другой скин для Тумана Войны. То есть те... Ну, там какие-то еще дополнители, там будут выходить дополнения после релиза, само собой, типа они сразу туда включены, но это все равно не стоит 90 и 120 долларов. То есть там нет вот этого ощущения, что оно того стоит реально. И вот сама ценовая политика, конечно, издателя, это просто какой-то трендец. Но еще раз напомню, это издатель, а не создатель игры. А с другой стороны, как я и сказал, скорее всего, седьмая цива выйдет сырой на старте. Напомню, что шестерку на старте вообще так захейтили, у нее меньше 60% положительных отзывов было. Но Фераксис умеют свои игры допиливать, и сейчас это высоко оцененная игра. Поэтому, наверное, покупать сразу за такую цену вообще не стоит. Лучше посидеть и реально подождать, когда они игру доделают. То есть считайте, что 11 февраля произойдет не релиз седьмой цивилизации, а ранний доступ. Просто ранний доступ. И стоит подождать каких-то дополнений, посмотреть там мои стримы, чужие стримы, другие обзоры. Но это нормально. Это нормально. То есть просто готовьтесь к тому, что игра будет сырой. Но хейтить ее вот за эти механики, за то, как она выглядит, и что разработчики хотят мне сделать, мне реально очень странно. Потому что, вот по моим ощущениям, это примерно такой скачок, как был от четвертой цивилизации к пятой, где изменилось очень многое. Там и тайлы изменились, и способ ведения войн изменился, и развитие. Там просто вот огромнейший скачок был. У меня такое ощущение сейчас между шестой и седьмой, что это тоже будет очень большой скачок, совершенно другая игра, не похожая на предыдущие цивы. И это здорово. По-моему, это здорово, почему за это надо так хейтить и негативно относиться. Ну, не понравится вам седьмая цива. У вас есть предыдущие, куча других игр, в которые реально можно играть. И я вот... Фераксис одна из немногих компаний, которые вроде как делают одну и ту же игру, да, циву постоянно, но она всегда разная. За это можно благодарить. И они умеют взять чужие идеи и сложить их в нормальное, в удобримое что-то, чтобы в это было интересно играть. Поэтому вот эти комментарии, ой, как в HumanKind, как в HumanKind. Так вы в HumanKind играете вообще? Вот то-то же. Странные претензии. Игра, очевидно, провалилась. Там, по-моему, даже в Endless Space 2 больше играет, чем в HumanKind. Но люди возмущаются. Даже с районами интересуют идеи, что ты ставишь здания, они постепенно в районы превращаются. Это как все в жизни вообще. А в HumanKind этот миллион районов, они даже это не смогли сделать. Там просто какие-то циферки. Ты потом во второй половине игры просто в циферки, походу, играешь, а не в игру по-хорошему. Ну, а что я буду хейтить? Ладно. Развитие лидеров там. То есть, главное, чтобы это было интересно. Вот этого мы подождем и посмотрим, получится ли. И как бы подводя итог всему этому моему спичу, я хотел сказать, что вы можете, конечно, ожидать худшего. Это нормально. Но хейтить игру вот так заранее, что какое-то говно получается, мне не нравится, по видео и скриншотам, но это очень странно. И если вы как-то доверяете моему игровому опыту, доверяете моим обзорам, моему мнению, то я считаю, что это выглядит довольно интересно. Это все выглядит интересно, логично, и я представляю, как это может так вот сложиться в интересную игру в итоге. То есть, они взяли идеи других проектов, но убрали из них проблемы, которые там были. И мне кажется, у них получится. Но опять же, посмотрим, напишите в комментариях ваше главное ожидание от седьмой цивилизации на фоне того, что вы увидели, и главное как-то опасение ваше того, что у них может не получиться, в чем могут быть проблемы. Давайте с этим сравним. Но я вам все-таки рекомендую на релиз седьмой цивы смотреть с оптимизмом. Ну и ждем, кого пока... Да, кстати, показали вот в анонсе к Nintendo показали еще лидера Японии как раз какую-то... Я забыл кого. Какую-то женщину лидера Японии еще вот мы узнали. Сходил, посмотрел даже специально для вас Химико. Химико, например, лидер Японии будет в игре. Так что ждем. Давайте пооптимистичнее, что ли. И так негатива дофига у нас в жизни есть. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живе Украина. Всем покеда. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку.